Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Продолжая описывать различные сорта томатов, не могла пройти мимо вот такого редкого сорта голубые ели. Еще я называю их елочка. У них, они отличаются сразу же, еще в рассаде от других томатов. У них, видите, такие резные листья морковного типа. Мне один раз написали, что, возможно, это сорт морковный, но не все томаты, имеющие морковный лист, называются морковный. Их несколько видов сортов, вернее. Вот это сорт голубые ели. К сожалению, у меня нет пачки. Я тоже когда-то выписывала много лет назад у частного коллекционера этого сорта. И, скорее всего, этот сорт вы не найдете в магазине, потому что, сколько я искала несколько лет, хотела именно этот сорт, но не нашла. Вот это тот самый сорт, который идеально подойдет тем, у кого нет теплицы. Сорт именно для открытого грунта. Эти вот томаты голубые ели дадут вам урожай одними, одними из первых среди других ранних томатов. Еще чем они удобны? Почему я их посадила раньше других? Не в конце марта, например, а в начале. Потому что они низкорослые, детерминатные. В рассаде они сильно не вытягиваются. Если вот посмотреть... Сейчас, подождите, я опущусь. Если посмотреть на них, то стволики у них такие плотненькие, они не вытягиваются. Обычно все индетерминанты, они тянутся вверх, а эти стоят вот такие аккуратные. Все, они сейчас закучерявятся. Они не только красивые, они будут не только украшением вашего участка, но они еще практичные, удобные для получения раннего урожая. Именно для тех, у кого нет теплиц или каких-то временных укрытий. Помидоры обыкновенные, красные, такие круглые, плоско-округлые, чуть плоско-округлой формы. И вес от 100 до 230 грамм. Вкус обычный, помидорный. Если выращивать будете в самые ранние сроки, то первые плоды могут быть с кислинкой. Если вы оставите их подольше, повисеть на кусту, ну как до полной-полной зрелости, тогда они будут обыкновенные, сладкого томатного вкуса. Конечно, они предназначены для выращивания в открытом грунте, но я пробовала их выращивать и в теплице. В теплице они вообще дают потрясающий результат. Они разрастаются, ну вот натуральная такая ель. Я посадила в теплицу и не стала ни посынковать ничего, потому что мне просто охота была посмотреть, до какой высоты они вырастут в теплице. Они невысокие, ну 60-80 сантиметров. Сделались такие круглые, как лохматая натуральная декоративная ель. Представьте, вот сейчас они маленькие вот такие, а если они вырастут полметра, 60 сантиметров, и все вот такие вот этими резными листьями, ну зрелище, конечно, незабываемое, очень красивый декоративный куст. Но на улице они до таких размеров не разрастаются. На улице они примерно у меня 50 сантиметров вырастают. Я их тоже без посынкования выращиваю, просто сажу, потом подвязываю колушку, если она падает на пол. И вот самые ранние, самые первые плоды, вот это голубые ели. Отличаются чем выгодно от остальных скороспелок. Если все остальные скороспелки обычно маленькие, вот ринет, там ультра скороспелы, они 50, 80, 100 граммов, то эти томаты могут вырасти до 200 грамм и более. У них вот на первых кистях вырастают полноценные, такие крупненькие красные помидорки. Рекомендую тем, кто любит экзотику, я их как отношу к таким кредким сортам, потому что они и украшения участка. Можете сделать себе на участке вот такую еловую аллею, посадить в ряд 10 кустиков, они все сомкнутся, разрастутся, и на этих ваших елочках будут висеть красные томаты. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, с кратким обзором редкого сорта томата голубые ели. Но еще раз повторюсь, он не только украшение участка, но и ранний, очень ранний, хороший урожай в открытом грунте для тех, у кого нет теплиц.